Всем привет! Сегодня у нас четвертое занятие программирования, тестирования для начинающих. Первое занятие у нас было в краткосодержании предыдущих серий. На первом занятии мы с вами посмотрели, какая роль тестировщика в компании. Второе занятие мы делали баг-репорт. На третьем занятии вчера мы начали писать код и написали несколько инструкций. Также я вам оставил небольшое домашнее задание в локал-кодинге. Это первая и вторая секции. Сегодня мы с вами продолжим этим заниматься, а завтра у нас будет работа внутри проекта. Но это будет небольшой проект, который студенты используют в обучении. Потому что проект, который мы используем в работе, он слишком сложный, и мы не уложимся в его презентацию. Хочу вас спросить теперь, у кого получилось пройти две секции. Напишите плюсики в чате. Есть люди? Да, таких есть. Много причем. Юля пишет почти. Всех остальных плюсики. Да. Плюсиков явно не 80 человек, столько на сегодня. А остальные чего? Ребята, напишите. Напишите плюсик, он там тоже не прошел на минус. Почти, почти. Хорошо. Да, вижу, вижу. Артур пишет, не получилось. А что не получилось? Артур, там он где-то застрял? Мы его вообще, он откроет страшную тайну, этот курс JavaScript syntax мы его делали для детей. Так, чтобы дети, подростки могли открыть. Да, не хотел времени. Ну, бывает. У нас сегодня особенное событие. У нас на митинге 4 Елена. Нет, может быть, их и больше. Почему-то пока 2-4. High level Java. Таня, это для JavaScript. Ну ладно. Что мы делаем сегодня? Сегодня мы с вами посмотрим на переменные и поработаем с переменными немножко. Вот, хорошо. Будут еще задания для проверки. Для проверки на валенках. Да, в общем, кто чайник обычный, кто чайник со свистком, все это сегодня выясним. Так что оставайтесь, оставайтесь на связи. Давайте начнем. Я буду показывать экран. Вы, если вдруг что-то не понимаете, мне говорите. Я буду останавливаться, пояснять. Открываем JSBIN. Что мы с вами сделаем. Представьте себе, что у нас есть какие-то команды. Типа console.log. И здесь было бы написано какое-то слово. И нам нужно его вывести, например, 5 раз. На 5 раз в консоль. Все хорошо, но вдруг нам нужно поменять слово hello, например, high. И мы каждый раз пойдем и будем менять в тех местах, где оно будет использоваться, на что-то другое. А потом вдруг опять нужно поставить hello. И вот такая вот рутинная штука. Причем нам нужно постоянно следить за тем, где это используется и своевременно менять. Понимаете, что я говорю? Но мы можем создать переменную. Мы можем создать переменную. Например, назвать ее greeting и в нее присвоить какое-то значение. И уже в те места, где нам нужно это значение использовать, то мы будем использовать greeting. Обратите внимание, что если greeting записан без кавычек, то он будет показываться, он будет показывать greeting. Там, где мы greeting возьмем в кавычки, то мы увидим просто слово greeting. Успеваете? Я пока сделаю индексовую паузу. Спросите раз. Да. Ссылку. Ссылку вот. Джсб. Пожалуйста. Пожалуйста. Ребята, вопросы. Вопрос. У кого получилось, у кого не получилось. Можете включать микрофон и говорить. Пишут получилось. Хорошо. Да. Я думаю, что это пересекается еще с темой из local coding. Это тоже было. Хорошо. Теперь мы можем даже сделать... Теперь я сделаю другую переменную. Я сделаю переменную, в которой будет храниться высота. Так вот так будет написано. Допустим, вот это будет высота. В футах, в дюймах, чем угодно. Вторая переменная у меня будет... Или, допустим, здесь будет длина, длина ширина какой-то. И мне нужно узнать площадь. Вот эти фигуры. Здесь какой-то прямоугольник. Это его длина, это его ширина. И мне нужно узнать его площадь. В третью переменную. То есть какой-то square или тут мы можем одну переменную умножить на другую. Вот так. И в конце log уже вывести square. Вот так. То есть мы можем это использовать еще в виде прикрепления. Получилось? Вопросы? Давайте спрашивайте. Может быть, какие-то ошибки повылезали? Нет. Пишут, получилось. Хорошо. Хорошо, получилось. Теперь мы можем ввести еще одну переменную. Мы можем ввести еще одну переменную. Я на одном из прошлых бесплатных. Ольга пишет ошибка. Какая ошибка? Какая ошибка? Напиши ее. Или напиши ошибку, или напиши весь свой код. Скопируй вот этот код и пришли его в чат. Обрати внимание, как написано слово length. Вот оно написано здесь вот так и здесь точно так же. Мне кажется, что я его просто неправильно написал. Почему пустая строка пустая? Потому что она делается для того, чтобы был какой-то отступ в пространство между ними. Только для красоты. Ольга, ты нашла ошибку в своем коде? Можно ссылку. Да, ссылку можно. Ссылку, пожалуйста. Спасибо. Результат почему-то ноль. Лилия, я смогу тебе сказать, почему у тебя результат ноль, если ты пришлешь вот этот код в чат. Теперь небольшое задание вам. У нас будет еще одна третья переменная. Смотрите в чат. Посмотрим, что у Оли. Результат будет ноль. У тебя буквы length по-разному пишутся. Где-то пишутся, ну, в общем, пиши их одинаково. Да, ребят. Оказывается, тут очень важно внимание к деталям. У нас есть комната, у нее есть ширина, у нее есть длина, и мы хотим сделать в этой комнате ремонт, и нам нужно договориться с строителями, с мастерами, кто это будет делать. И у них есть цена. Цена за квадратный фут. Пускай это будут футы. Допустим, они берут за квадратный фут 20, 21,50. Вот так будет стоить все вместе с материалами и работой. Очень, очень хорошие мастера. И теперь нам нужно понять, сколько будет стоить ремонт этой комнаты. Может, кто-то написать, как его высчитать. Общая сумма, вот этот, 2080 умножить на 21... А в переменных, а в названии переменных? Мы делаем square умножим на price per square foot. Так, хорошо. Версия принимается. Какие еще есть версии? Виктор, мы же сначала должны найти, сколько у нас периметр равен, правильно? То есть у нас две длины, 2 умножить... Конст периметр будет равен 2 длины умножить на 2 ширины. И потом мы... Конст тотал у нас будет... Вот этот периметр мы делим на price per square foot. Так, интересная версия. Хорошо. Еще. А можно просто цифру написать там, да? Вот это... И просто умножить на... Сюда мы не подставляем, только переменные. Только переменные. Цифры мы будем менять здесь. Вот сюда мы будем писать длину и ширину, а сюда стоимость трейдерей. Окей. То есть там square подсчитанную сумму уже сюда невозможно вписать просто. Так, была версия умножить square на price per square foot. Была версия посчитать периметр и поделить его на price per square foot. Еще какие версии есть? Нужна высота стен. Нужна высота стен. Зачем? Скажи, пожалуйста. Чтобы посчитать площадь стены. Сейчас мы вычисляем только площадь потолка и пола. Да? Так вот. Такая вот штука. Ремонт. Да, я понял, я понял, что ты говоришь. Но высота не дается нам. Юлий, интересно, какой ремонт делаем? Это не имеет значения. Нет, у нас высота нет. Из тех данных, которые у нас есть. Length умножить на width, умножить на price per foot. Кто за версию про деление? Если делить, то что на что? Ребята, что-то вы версию с делением не проработали. Просто проще площадь умножить на price per square feet. That's it. Ну, у нас студенты не ищут каких путей. А, да? Кто может, скажите, задание, вот Елена интересуется. В чем задание? Кто-то может вспомнить его? Во сколько обойдется ремонт? Да. Да, то есть закодировать вот именно это. Во сколько обойдется ремонт и это описать вот в программном языке, наверное. Я правильно дорожаю? Да, да. Вот я напишу правильный ответ. Вот, это правильный ответ. Ребята, не фантазируйте. Вот у нас есть как бы дина ширина, и строители берут за квадратный фут, за квадратный метр. Вот из тех данных, которые у нас есть. И мы получаем тотал. То есть тотал ремонта вот этой комнаты, он будет стоить 44 тысячи. Комната большая. Комната огромная. Просто комната огромная. Так, понятно ли вам, что здесь произошло? Да? Ребята, есть кто-то не понял? Есть. Да. Ошибка выдается. В самом начале не могу даже площадь посчитать. Копирую код, который ты написала, и пришли его в чат. А у меня выходит 2080 почему-то. Я не знаю. Поменяйте в console.log.total. А у вас, наверное, стоит square. Почему я спрашивал про деление? Мне интересно было, сколько у нас есть альтернативных версий. Моника, ошибка. Пожалуйста, скопируй все, что написала, и пришли в чат. Посмотрим. Никто про квадратный корень не вспомнил, жаль. Про степень, про проценты. Ну, Ларчик просто открывался. Тут нет каких-то... Давайте посмотрим то, что прислали Алена и Елена в чат. Алена, я не вижу тут какой-то проблемы. Ну, я пока еще даже, ну, просто хотела посчитать площадь, и у меня сразу почему-то ошибку. У Елены здесь console.log, надо total написать, у нее square написано. А там еще нет переменной price.com. А там еще нет переменной price.com. А у Дмитрия стоит запятая вместо точки. Дмитрия, запятая вместо точки. Где? В 21.50. Да, да, ребят, вот здесь точка. И total с маленькой буквы надо, не с большой. Что может быть? Вы можете написать название переменной неправильно. Допустим, вот я написал вот так. То это значит только, что я должен ее использовать везде вот так, как она написана. А не здесь я написал вот так, а здесь я написал вот так. Это неправильно. Может, потому что я не писала, а копировала и вставляла? Их надо копировать. Их надо именно копировать. А, да? Окей. Вот я беру total, я его скопировал, но написал, чтобы ошибок не надо делать. Угу. Правильно. О, все хорошо стало. О, все, у меня получилось. Спасибо, да. Прекрасно. Все, пример закончили. Удаляем. Скажите, а вообще можно было написать price per square foot все маленькими буквами? Можно было, но тогда бы тяжело было бы прочитать название. Окей. Я вот это хотела узнать. Есть определенные аббревиатуры, которые программа понимает. Да. То есть. Мне кажется, ты не прошла JavaScript syntax. А, да. Но нет. Окей, хорошо. У меня не было времени. Хорошо. Я зайду, посмотрю, чтобы вас не грузить вопросами. Окей. Спасибо. Нет, ты там прочитаешь. Хорошо. Thank you. Следующий пример. Следующий пример. Мой любимый. У нас есть машина. В ней есть бак. В этом баке у нас осталось какое-то количество бензина. Это галлоны. То есть это все галлоны. Также у нас есть расстояние до заправки. Distance to gas station. И это расстояние у нас 45 миль. Это мили. У нас также есть в машине, да, есть важный показатель. Это сколько миль она может проехать на одном галлоне. Эта аббрагатура называется MPG. MPG. Миль на галлон. В зависимости, если машина экономная, то она может на одном галлоне проехать, например, 40 миль. А если машина типа внедорожника, 8-литрового, 8-цилиндрового, то там она может проехать 12 миль на галлон. Ну, так вот. Эта машина у нас очень прородливая и будет ехать как раз в 12 миль на галлон. Это прям фактически грузовик тяжелый. Это у нас тоже мил галлон. И нам нужно понять, доедем ли мы до заправки или нет. Вот с такими показателями. Ну, или я могу сказать, что машина будет средняя, 27 миль на галлон. И до заправки останется 68 миль. Нужно узнать, доедем ли мы или не доедем. Окей, мы будем умножать. Танк умножим на MPG, на mile. И выйдет, сколько миль мы будем проехать. Июля спрашивает, а бак полный? Представим себе, что там осталось 3 галлона 12 мл. Мы работаем с условиями задачи. Это не фантазийный жанр. Мы только с теми жанрами, которые у нас есть. Вот есть бак. Но мы точно доедем. Точно доедем? Да. Хорошо. Я хочу это выяснять с помощью формулы. А Катя говорит, не доедем. Катя говорит, не доедем. А ты говоришь, доедем. А давайте сделаем формулу. Сколько миль мы можем проехать? Ну, бензина хватит. 3,12 умножить на 27. Это то, на сколько миль бензина хватит. А нам только ехать 67. То есть получается... Бензина хватит, а нам нужно ехать только 67. Да? Или я совсем чего-то не понимаю? Да, мы доедем. Потому что если 3,12 умножить на 27, это будет тотал 80. Это то, что я только что сказала. Да. Хорошо. Давайте это запишем. Умножить на MPG. And minus distance to gas. Чтобы узнать, сколько у нас останется. Или... Если число будет больше ноля, значит, доедем. Можно так. Можно и так. Давайте сделаем так. Сначала сделаем перевенную, в которой мы посчитаем, сколько мы проедем. Сколько мы проедем с этим бензином на этой машине. Как назвать переменную, в которой мы будем промить расстояние, которое... Тотал паф. Тотал паф. Еще варианты. Магс distance. Напишите в чат. Тотал distance. Тотал distance. Distance per gallon, maybe? Or... Distance per gallon, это вот MPG. Oh, yeah. Okay. Милл per gallon. Okay. Тотал паф. Oh, total per tank, actually. Предложите название для переменной, в которой мы будем ходить, сколько мы можем проехать на этой машине с этим бензином. Магс distance. Тотал way. Давайте, давайте еще. Тотал distance, магс distance. Я сейчас спрашиваю про название переменной. А лучше как, короткое название или любое? Понятно. В общем-то, может быть Python? Кис, на твоей руке нет, Python. Твоей руке от вашего-то тока. Уже всех подключили к решению этой проблемы. Это нет, Python. Нет решения, конечно же. Нет, не там. Да, там докпакс. На самом деле, когда объясняют алгоритм, они же не применяют никакой язык, они пишут... Total distance per gallon. Можно так сказать. Можно total pass. Да, как угодно. Это еще решают? Что? Там они площадь решили умножение? Они сказали, вот у него есть запас бензина, есть запас... Ой, длина до ближайшей станции. Есть расход mile per gallon. И надо решить, доедет или не доедет. Но это надо умножить и сравнить. Тут думать надо, в общем-то. Значит, первое. Смотри, miles per gallon. Miles разделить на gallon. Я пока замотирую. Possible distance... Да, просто напишем distance. Distance. И раньше это будет у нас... Или, допустим, distance per tongue. То есть расстояние, которое мы проедем на этом... О том, что у нас есть. Соответственно, это то, что у нас есть в баке, умноженное на характеристику машины MPG. Неважно, кто будет слева, что будет справа. И в этом случае мы получим... Что мы получим? Мы получим расстояние в милях, которое мы проедем. То есть мы проедем 84 мили. Мы проедем 84 мили. Хорошо. Хорошо. Мы также можем... Не знаю, кто-то уже дошел до if-else. Я вам покажу просто, какой вариант тут может быть. Мы можем сказать, что если... Это следующий кусочек кода. Я вам просто покажу. Если distance в танке больше, либо равен тому, докуда мы должны доехать, то в этом случае мы скажем console.log, окей. Else, console.log, console.log, not. И теперь мы будем смотреть на карту. Окей. И мы можем менять. Допустим, а на двух галлонах доедем? На двух галлонах мы уже не доедем. Мы уже не доезжаем. А на двух галлонах... А если машина будет экономичная, то есть там 31 мили на галлонах надо будет ехать. И в этом случае не доедет там какой-то. А если 32 мили на галлонах будет, то он доедет, скажу. А вот так доедет. А если будет не 66, допустим, а 68, то он говорит, нет, в этом случае уже не доедет. То есть вот для чего это нужно. Здесь мы даем входные данные и потом система это все считает. Давайте вопросы. Можно мне еще раз ссылку? Потому что у меня не получается. У меня ран не работает. Я вроде все переписываю как надо. Спасибо. Вопрос такой. На каком уровне нужно знать математику? Для этого. На уровне того, чтобы считать такого рода задачи. Она сложная, эта задача, или легкая? Не, но это еще ничего. Но если она пойдет сложнее, то я не знаю. Это начальная школа задачи. В Беларуси. Как минимум. Если пойдет сложнее, то нет. И если сложнее четвертого класса, то мы не готовы, который подвязывался на нас. Ну, как бы, мы идем очень уверенным путем. А до какого уровня сложности задачи, допустим? Я когда решала, в Python синтез доходило до функции, и мне уже начиналось сложно. То есть я не все задачи могла решить. То есть половину могу, половину нет. То есть это нормально на начальном этапе? В JavaScript синтаксисе мы используем задачи начального, 5-6 класса и геометрия начального уровня. Типа там площадь круга, площадь квадрата. Тоже понятно, тяжелая задача, но все равно. Алексей пишет, для программирования уровень университета высокий нужен. Алексей, откуда такие сведения? Не нужен никакие большие уровни. Это обычная математика. Нет, нет, нет. Прикладная математика здесь не нужна. Не переживайте. Сложнее 5-6 класса. Вас никто, думаю, не заставит. Да, алгебра не нужна. Только математика. Ну, да, да. То есть каких-то вот сложных вещей здесь не будет. Но, опять же, зависит от того, куда вы пойдете потом работать в такую сферу. Нет, нет. Для программиста важнее не знание математики, а знание умения разбираться, умение находить решения. Я это и хотела сказать, что задачу так-то я могу решить, а как написать ее с кодом, вот эта проблема, то есть что использовать. Это первый, как правильно. Формулировать уметь. Наверное, просто правильно. Коротко и ясно, чтобы сказать. Можно вопрос? Давай. Почему после if нет пробела и начинается круглая скобка, а около else с двух сторон пробелы? Так, принято. Ага. Окей. А вот фигурные скобочки нужно вот именно таким образом расставлять, да? То есть. Потому что if вы поставите, если так, то else это уже как отрицательный покажет. Иначе. Если это, то так. Иначе. Если у вас есть еще другой вариант, вы можете добавить там else if и написать еще что-то, потом внизу делаю еще else. Ну, это уже в следующих сериях вы будете делать. Так. Это вы будете уже делать внутри. Так. Блок-схема. Мы не будем рисовать блок-схемы. У нас программы будут проще. Ну, если вам нужно будет их потом как-то в блок-схемах, то тоже можете так делать. Но мы это не делаем. Мы это не делаем. Тут можно было бы нарисовать. Какой-то блок-схем, вот как бы такой ромбик. Пошли налево, пошли направо. Ну, это тоже не делаем. Ребята, есть общий тренд. Я не знаю, заметили ли вы его или нет. Но этот тренд называется одним простым словом. Отупение. И просто мой вам совет. Если вы идете в этом тренде, то вы увидите последствия. Точнее, вы уже не видите эти последствия. Так что давайте идти лучше в сторону того, где можно подумать и решать вот такого рода головоломки. Все программирование – это не то чтобы головоломки, но такие вот задачки. Они могут быть несложны. Вот, допустим, Юля прислала задачу, прислала ответ, прислала код. Я по-другому только назвала вейпер танк. Я его сейчас напишу сюда, чтобы было все понятно. Я немножко отформатирую его. А вот эту кавычку, которая закрывается на следующую строчку, надо обязательно, да? Я ее так переношу, чтобы, да. У тебя, не знаю, у меня не выпала последняя кавычка. Проверь, что эта кавычка у тебя есть. Все остальное вроде нормально. Последняя кавычка. Вот кавычки парные. Точнее, кавычки и скобки, они парные всегда. Виктор, я хочу спросить. А вот эти все кавычки, это все это в этих двух главах, которые нужно было сегодня сделать, записано? Где это? Нет, нет, нет. Это вы все научитесь по ходу. А, окей. О, а то хочется сразу все понять. Да, да, ребят, все по ходу. А читать, к сожалению, не было возможности времени. На выходных займусь обязательно. Спасибо. Да, да. Все по ходу. Я вам еще в нескольких словах объясню, что значит программирование. Мы даем инструкции компьютеру, и он по ним действует. Мы сказали, будут три переменные, и вот так они будут работать. Если эти переменные здесь поменяются, то есть 30 галлонов, то он говорит, да, доедет. И так дальше. Может быть, задача другая. Я сейчас ее чуть-чуть модифицирую. У нас есть distance, то есть дистанцию, которую нам нужно проехать. Вот мы знаем дистанцию, которую нам нужно проехать. У нас есть цена за бензин, газ, прайс, соответственно, за 1 галлон. Допустим, там 3,67 за 1 галлон. И нам нужно посчитать, а у нас есть distance, да, у нас есть MPG. И нам нужно посчитать, сколько нам нужно галлонов, да, и сколько это будет стоить. Можем ли мы это посчитать? Это путешествие. Сколько нам будет стоить это путешествие? Distance разделить на MPG. Это мы посчитаем, сколько у нас будет галлонов надо. А если мы distance поделим на MPG, мы узнаем количество галлонов, да? Необходимо, да. Допустим, да. Ну, я делаю, как ты говоришь. Я должен давать им, да. Пусть можем доверять, да? Надеюсь. Так, мы получим количество галлонов и теперь… Так, а дальше нам деньги посчитать? Total price. Ну, окей, да, total price. Количество галлонов, галлонов умножаем на gas price. Теперь вопрос ко всем остальным. 367. Да, то есть у нас есть галлонов и total price. И я сейчас в конце 2 как раз приведу галлонов и total price. То есть нам нужно будет 100 галлонов и 367 долларов приготовить за эту поездку. Когда вы смотрите на такие, на такого рода задачи, вопрос к остальным, то… Сложного вам или нет? Нет. В решении задач не сложно, а в написании. Главное вот это запомнить, разобраться. И вот эти все быстро печатать и скобки вот эти. Быстро печатать? Вы научитесь тогда, когда вы будете много печатать. В описании это практика. Я думаю, что если каждый день делать, то уже через месяц это все запомнится. Ну да, конечно. Ребята, я это делаю очень много лет. И даже… Есть такая система, называется GitHub. И в ней вот каждая точка, каждая точка, это вот активность в течение недели. Видно, какие-то дни я делаю. Потому что там много я делаю. И вот если смотреть по годам. Вот это мой 2002 год. Где-то местами видишь, на какая-то неделя там ничего не делал. Вот 2001 год. Так он выглядит. То есть каждая точка, это какая-то работа в течение дня. То есть это день. Это рабочий день. 2020 год. Вот фактически весь. Там может быть пару каких-то дней. Либо был занят, либо там выходные. Вот 2019 год. Активненько. Каждый день, да. 2018 год. И тут уже, ну, как бы какой-то образ был. Да, что-то еще. В 2017 год. Ну, как бы не то, что ничего не делал. Я просто работал в другой системе. Не в этой. То есть, если вы повторите, вот, как бы там, с 2018 по 2022 примерно такой темп, то поверьте, все у вас будет хорошо раскладываться. Ну, это не значит, что вам нужно настолько времени, чтобы это понять. Через пару месяцев это все превращается уже в простой и понятный процесс. Вы начинаете думать уже совершенно о другом. Не о точках. Сейчас вы думаете о точках, о скобочках, о фигурных скобках и так дальше. Ну, примерно, как только вы там научились, взяли ручку в руку и ей пытались что-то написать, так понятно, но сначала у вас там, как-то, рука дрожала и так дальше получали всякие рогульки, кривульки. И вы думали только о формах этих всех крючочков и всего остального. Потом вы начали думать, потом вы уже научились думать не о кружочках, палочках, черточках, а о смысле, которое вы несете. И с каждым разом у вас уровень становится все выше, выше и выше. Вот так. Все в процессе. Как можно такую статистику ввести, я вас научу потом в процессе. Вопросы? Вопросы ко мне. Да, у меня вопросы, я не знаю. Если, допустим, я пройду два курса JavaScript, первые два и практику, то есть по тому, как я выполняю домашнее задание, можно будет понять, готова ли я продолжать этот путь, или мне нужно выбрать тестирование? Я сама пойму, да? Вопрос не по теме JavaScript, можно? Да. Просто хотелось бы узнать, Виктор, сколько лет существует эта школа, и сколько лет ты в этом бизнесе? Ну, вообще, мы давно занимаемся образовательными программами. Я думаю, что вот одно из... Да, мы где-то в 2011 году начали делать... До того еще, как мы не были в Америке, мы делали обучающие программы для публичной. А в Америке мы ее открыли в начале 2017 года. Ну, как бы там, 16-18 год. А вот образование ты сам получал в бывшем Советском Союзе, да? Нет, я не настолько. Я учился в экономическом университете. Я там просто хорошо проводил время. Ну, как хорошо? Удали отрывителей. Понятно. Как все. Это мне никак не помогло в карьере программировать. А потом? Потом все было, как и у всех. Полная неопределенность и хаос. А само программирование где было взято? Я, когда поступил в школу ШАГ, я в ШАГе брал этот бухгалтерский курс. Я учился там летом. В ШАГе, да. Как всегда. Она называлась «Крок». Как-то. Есть это проект. Я в Киеве учился. Смотри, я учился. На втором курсе я уже понял, что надо как-то зарабатывать денег. У меня не было денег туда. И мы делали сайты на заказ. Я выступал в качестве менеджера этого всего дела. Я общался с клиентами, брал заказы, писал технические задания, передавал исполнителям. В какой-то момент у исполнителей, ну, как обычно, как у всех фрилансеров, наступает какой-то переклин. У них там кошка родила, утюг на даче не выключился. И, в общем, они пропадали на очень долго. И мне нужно было это все делать. Поэтому я сам приступал к доделкам, как мог. И постепенно втянулся. Да. Понятно, спасибо. Да. Это было мой первый, вот самый, когда мы уже могли продавать, это был 2002, 2003, 2004 год. Вот как раз тот момент, когда я начал заниматься программированием за деньги. Да. Консоль с задачами, которые решали только что. ну, вот я скинул, я вам скинул эту ссылку, вот попросила Ольга, если это, если так он может быть, да. Так, спрашивайте вопросы, потому что мы через секунду будем отключаться. Если у вас это интересует. То есть образование у вас не из Соединенных Штаток. В Соединенных Штатках вы работали, да? Образование вы принесли из... Да. У меня образование совсем не связано с программированием. Кто более востребованный, QML или Automation? Да. Верно, Automation востребованные, потому что их меньше. Задачи не сохранились, ну, не беда, наберете их еще раз. Этих задачи можно придумывать по 100 штук в час. Вы сами можете придумать задачи себе, любые правила строительства, про машинки, про путешествия, кому что ближе. Так, Ольга, тогда проверьте меня, пожалуйста. Давай проверим. Все посмотрим. А у тебя неправильно что-то? У тебя ошибка какая-то? Ошибка. Ребята, посмотрите код, можете скопировать себе, скажите, к чему что-то не так. Стартап или корпорация? Я работал и там, и там. Я работал в стартапе, в корпорации, я разницы не вижу. Ваш советском сконцентрироваться на чем-то одном специальности или постигать разные направления? Есть такой мастер, мастер ничего. То есть мастер, который умеет все. Мастер ничего. Нет, конечно, только одна. Только одна. Берите какую-то одну, одну нишу и в ней работаете, и будет вам счастье. Если вы попробуете даже два-три языка программирования учить одновременно, то это будет очень странное занятие. Кто быстрее найдет работу? Manual или Automation? Да кто же знает? Кто знает? Сын маминой подруги всегда находит быстрее работу. Не работает код. Ольга, пробелов нет между умножить знаками. Нет, если между умножить знаками поставили пробел, то не страшно. Я скопировала Ольги на сообщение, вставила, у меня все посчитала. Написала OK. У меня тоже. Оля, проблемы нет. Айдос говорит, реферал канала «Корботники» есть даты и условия. Если от вас приходят студенты, то вы получаете реферальный бонус. Если вы знаете, что от вас кто-то пришел по рекомендации, напишите это нашим ассистентам, продавцам. Да. Мы платим деньгами. Скажите, а какое отношение вы имеете с Силиконовой долиной? Мы оттуда начинали. А, окей. Мы начинали и там долго работали. А вот год, год как оттуда уехали. Но название менять. Если мы оттуда уехали, то название так и останется. Виктор, скажите, пожалуйста, а сколько человек в группе учится? Несколько десятков. Несколько десятков человек. Я отправила, и у меня не получается, не считает. Посмотрите, пожалуйста, что неправильно. Давай. Давай. Где? Елена? Елена, да. А где расчет? Нету расчета. А как он посчитает? А что я не дописала? Так, ничего. Не до конца, да? Там ничего нет, да. Там только данные. Там только данные. Надо еще формулу записать. А. Так. Как я начал? Как я нашел первую работу в США? Так, а как я нашел? Я ее искал и нашел. Ходил на много собеседований. Я ходил реально на много собеседований. На очень много собеседований. И что? У меня было много отказов. Ну, серьезно, прям много отказов. А долго я искал? Долго я искал, да. Ну, и сюда я искал долго. Долго я искал. Где-то помножить месяца 4. Да. Но это я прям, понимаешь, я приехал, и мне нужно было где-то устроиться на работу. Я искал ее. Соответственно, сейчас я хочу найти... У меня есть несколько интервью, которые я давал другим блогерам. Вы можете посмотреть. Сейчас пытаюсь найти, я не могу найти. Есть канал, он называется ProBlog. Виктория Бородина. Вот мы с ней делали... Всем привет! Мы с ней делали видео, я бы как раз там рассказывал, как я находил работу. Попробуем. Да. Виктор, скажите, пожалуйста, вот после обучения норма, это по времени сколько поиск работ занимает? Нормы нет. Ну, в среднем. Ну, хорошо было, чтобы мы после обучения через 2-3 месяца нашли работу. А если уже позже, то это как бы мало шансов? Нет. Все равно как бы можно найти. Да. Спасибо. Да. Да. Вот, ребята, скидываю. Что? ProBlog.com? Я скинул ссылку в чат. Я скинул ссылку в чат. Вот там первые 2 видео. На проекте разработчика можно находиться столько времени, пока не найдешь работу? Или там... Можно просто... Да. Когда у вас начинаются курсы для QA? Просто manual? На следующей неделе. Тоже на следующей неделе? Да. Майниел, кажется, 18 ноября мне было. У вас в любом случае должна быть подготовка к ним. То есть, вы, если даже запишетесь, если вы будете в группе на следующей неделе, то вас займут задачами. А после окончания курсов вы готовите к собеседованию выпускников? Мы готовим... Собеседование оно состоит из нескольких частей. Первое – это soft skill и второе – hard skill. Soft skill у вас идет проработка с рекрутером. Вы это делаете на английском языке. А hard skill и, собственно, знания вы это проходите на своих занятиях. Ну, интервью soft skill в первую очередь, конечно. Да, потому что смотрят кто вы такой, как вы общаетесь. Даже до того, как вы начнете отвечать на технические вопросы. Но это профессия больше для интровертов? Нет, просто для людей, которые могут общаться. Вот, ну, вот смотри, допустим, я интроверт. То есть, мне больше... точнее, интроверт, как бы я по обстановке. Да, то есть, когда нужно, когда нужно, я общаюсь, все прекрасно, шутки, тосты, стихи на табуретке. То есть, любые. Да. Но, когда нужно поработать, то мне очень комфортно посидеть, я буду с тобой сидеть и спокойно себе делать то, что можно, не испытывая какие-то 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 вещи. Если у вас называется неусидчивость, гиперактивность, гиперактивность, но именно не гиперактивность, а такая, типа, и гиперактивность, а именно гиперактивность как диагноз, то нет. Если гиперактивность как диагноз, то вряд ли вы бы досидели до часа этого занятия. То есть те, кто дослушал до сегодня, вряд ли вы гиперактивны. Видно, искусственно ходим 6 месяцев. Скажите, а в основном люди работают из офиса или из дома? По-разному, по-разному, да. Примерно, скажем, 50 на 50? Примерно 30 на 70, но кто где из этих 50-70 я вам не скажу. Сейчас уже много возвращают в офисы компании, не все на ремонте. Все по-разному, ребят. Невозможно даже прогнозировать, что будет. Компании нормально относятся к тому, что поработали ребал. Уже за два года наконец-то уже научился. Заданий на курсах много домашних задают? Можно ли совместить основную работу и курсы, и вот эту домашку? Хватит ли времени? Чем ты занимаешься? Дизайн HVAC В дизайне что? HVAC Отопление Вентиляция Ну, если ты фанат кондиционеров. Я не знаю, сколько у тебя времени мы занимаем. Ну, у меня нормально 8-часовой рабочий день. И вечером курсы тогда, а домашку делать. Я, например, уже физически... Плюс у меня еще курс какой-то английского хотя бы. Какой-то надо его взять хоть какой-то. Поэтому я его не успела даже почитать. У меня не хватает физически времени в сутках. Поспать надо тоже. Увольняйся с работы. Вот. Смешно. У тебя муж есть? Работает? Муж есть? Работает? А, да. Пусть и работает. Ну, это, наверное, требование обычного курса в Паладже, да? Сколько часов? 3-4 часа в день, вы сказали, да? Конечно. Вам нужно заниматься. У вас должно быть три вещи. Я об этом не говорил, но раз мы тут собрались в таком круге. У вас должны быть три вещи. Первое. Время. Второе. Энергия. И третье. Деньги. Время. Время. Потому что вы должны как-то... Понятно, да? Время работать. Энергия вам нужна. Потому что, если вы будете полоском добираться домой, то нет. Это просто замкнутый круг. Ты останешься на тех HPSE до пенсии. Не надо себя тешить надеждой, что вот сейчас что-то придумаю, что-то изменится. Либо нужно уходить на полставки, чтобы у тебя было полдня свободно. Либо не заниматься самообманом. Окей. Да. А деньги нужны для того, чтобы... Почему я спрашиваю? Чтобы кто-то содержал семью. Чтобы кто-то обеспечил. Чтобы не было даже страдания о том, кто же зарабатывает деньги. Поэтому тут вариант простой. Ты уходишь на полставки, муж уходит плюс полставки. Ну или как бы просто бюджет. Как-то мужа подготовить себя к этому. Я поняла. Это просто распределение баланса. Если бы я сказал, что ты успеешь и восемь часов тут, и четыре часа тут. Про английский из этого списка нужно вычеркнуть первым. Это не совсем не то. Скоро вычеркнется, да. Да. Вот-вот. Так что просто такова реальность. Окей, спасибо. Спрашивают, помогаем ли мы с резюме. Да, помогаем. Но за вас его не пишем. Вы его пишите сами. Помогаем им сделать так, чтобы оно... Я даю обратную связь по резюме, чтобы вы его написали хорошо и оно выглядело тоже лучше. Я сейчас замечаю среди наших клиентов, которые сильно улучшились релемент благодаря работе. Когда же учатся семьи? Кто же должен работать? Один должен работать, другой должен учиться. Виктор. По поводу английского, в смысле, не обязательно знать английский, что ли? Обязательно знать английский, но не обязательно ходить на курсы, чтобы его выучить. Потому что вы быстрее его выучите в приятной работе. Либо ходите на занятия и заполняете пробелы с грамматикой с такими вещами, но без фанатизма. Почему я говорю без фанатизма? Чтобы всякого рода курс английского языка, курс чего-то того, другого, другого не стал причиной, блокером не получить новую специальность. Потому что английский можно учить сколько? Его можно учить всю жизнь. Всю жизнь. Бесконечно. Скажите, с уровнем английского ниже среднего стоит ли начинать обучение или стоит английский подтянуть и потом обучение пройти? Английский тянуть бесполезно. Не надо его тянуть. Если вы сейчас уйдете в оттягивание английского языка, то это будет просто такое, типа пошел учить английский и ушел. Ну, на работе, когда изучаешь, там, конечно же, хватаешь только термины. Термины, да. База терминов есть. Поэтому, а на собеседовании там же они о чем беседуют? Вот на софт этом. Вам нужно попасть на несколько собеседований и провалить там с треском, с позором. И вы все поймете. А вы сходите пока на такие простые собеседования, неважно куда, чисто потренироваться. Да. В американскую компанию, да? Да. Я тренируюсь в магазинах с продавцами беседу. Ну, у меня есть на работе, честно говоря, американцы, я с ними беседую, они уже радуются. Да, да, да. А вот мне интересно, из каких штатов здесь люди? Вот я, например, из Иллинойса, откуда вообще народ? Я с Нью-Йорка. Пенсиония, Филадофия. И я с Федорфией. Вашингтон. Нью-Йорк. Филадофия. Орландо. Ребята, вот когда я спрашивал вас, напишите как-то правильный ответ, вы не так активно отвечали. Мы боялись. А вдруг двойку поставить. Я спрашивала активно. Ошибка, там вот прислала Катрина. Я не знаю, в чем ошибка. А, Ив надо с маленькой буквы описать. Ив с маленькой буквы. Да, увидела. Так, Андрей спрашивает. Автомейшн может после курсов найти работу или ему сначала на мену нужно устраиваться? Вы можете найти сразу на Автомейшн. Может. Но все зависит от вас. Вы же все разные. Вы просто все разные. Вы это знаете. Еще один вопрос. И нужно будет закругляться. Подскажите, пожалуйста, а много ли компаний предоставлено по дата лейблингу, разметке изображений для обучения искусственному интеллекту. Искала компания, но не нашла толку. Если ты в этом специалист, сделай резюме. И посмотри, насколько тебе пишут. Если не пишут, то значит потребности в этом нет. Либо ты плохо сделала резюме. Но, скорее всего, три года работала, сделала, никто не пишет. Ну, смотри, то есть вариант либо плохо сделала резюме, либо нет спроса на это. Мне кажется, что просто нет спроса. Елена, завтра последний день. Так жаль. Уже час покидать. Виктор, а вот объясните, все-таки хочу понять еще раз, пожалуйста. То есть лекции идут вечером, там часов 6-7 вечера, я так понимаю, да? Да. То есть, например, у меня свободный день днем, пока дети в школе. То есть пока они в школе, вот я вечером делаю лекцию, а пока не в школе, я вот эти 3-4 часа занимаюсь, делаю домашнее задание, так? Да. Понятно, спасибо. Все, пора кормить котов. Ребята, завтра встречаемся в это же время. Завтра я вам буду показывать учебные проекты. Завтра будет именно учебный проект, с чем мы будем работать. Также могу захватить еще и наш основной проект, с чем мы там работаем. И если вы чувствуете, что вам интересно, то давайте продолжать. Если чувствуете, что в напряг, вы никаких обязательств, все нормально, вы занимаетесь своими делами. Домашка, домашка, делайте JavaScript-синтакс, продолжайте его, делайте QMN, вот два курса, которые вы можете проходить параллельно. Все. На этом все. Готовьтесь. Еще один вопрос. Еще один вопрос. Как часто вы набираете? Как часто вы набираете в школу? Я ждала, не знаю, четыре дня. Четыре дня набирала смелости. Мы набираем каждый месяц. Каждый месяц. Окей. Если в этом не получится, то в следующем может быть. Окей, понятно. Да. Есть люди, которые к нам ходят полтора года на все открытия мероприятия. Это тоже хорошее постоянство. Можно еще вопрос? Им нравится с вами общаться просто. Да, да. Потом пишут, я к вам очень долго присматривался. Присмотрелись, все нормально. Посмотрите отзывы, посмотрите учеников, то, что говорит. Ориентируйтесь на все что угодно. Но, опять же, люди разные. Да. Такой вопрос был. У меня вопрос. А вот бесплатный курс QA Manual на сайте, да? Это какая часть от платного курса? Там, условно, 10%, 50%. То есть примерно понимать объем? В объеме так и не скажу. Там просто нет домашнего задания. Там на платном курсе есть много домашнего задания. И там есть проверка этого домашнего задания. То есть вы получаете обратную связь от того, что вы делаете. То есть теорий, в принципе, много, да, получается? Может, четверть. Может, четверть. Спасибо. Да. Ну, именно четверть не от количества учебного материала, а именно от загрузки. То есть от что-то там. Но JavaScript Syntax и QA Manual, мы их сделали специально бесплатными, открытыми. Хотя они сами по себе, для нас они очень-очень затратные. Ну, десятки тысяч они стоят для того, чтобы их сделать. И с ними постоянно кто-то работает. То есть там каждый день капает. По пару сотен куда-то уходит. Кто-то редактирует, добавляет, дополняет оборудование. И они сделаны специально для того, чтобы к нам приходили те люди, которые уже что-то попробовали. И которые мы им там поспешили веселые истории о том, какие большие зарплаты, о том, как можно весело работать и так дальше. Тем, кому это нравится. Если вам это нравится, то давайте, записывайтесь, начинаем работать. Как бы все остальное это поговорить. У нас, кстати, будет встреча в Нью-Йорке в следующей субботу. Так что, кто рядом, приходите. Техническое значение какое необходимо для полноценной учебы? Обычный компьютер. А клавиши в компьютерах, все названия все, это тоже учится на курсе, да? Кто? Ну, клавиши кейборда. Учим ли мы клавиши? Ну, имеется в виду название клавиш, технические термины. Нет, название клавиш мы не учим, но вы их и так поймете. Вы разберете, сделаете там точка с запятой, скобочки. У нас нет отдельных занятий на эту тему. Виктор, в эту субботу, 15 октября, не в следующую. В эту субботу, да, в эту субботу. Гадаю, в следующую. Курс automation начинается с программы как с manual, да? Одинаковое начало идет или нет? Допустим, если в дальнейшем переводится на automation, то сколько получается еще доучиваться? Manual состоит, то есть внутри automation есть блок по manual. То есть вот то, что у вас есть QA manual, который вы можете взять отдельно, он является частью QA automation. То есть automation, он больше за счет того, что он добавляется. А по времени, допустим, если у вас программа QA automation 6 месяцев, да? А QA manual у вас сколько? 3 месяца идет. Если, допустим, начинать с manual, а потом в конце переводиться и продолжать на automation, это плюс 3 месяца или это получается больше выходит? Примерно так. Да, да, примерно так. Ребята, я вам скинул только что, кто в Нью-Йорке, я вам скинул ссылку. Верхний пост – это как раз про встречу в Нью-Йорке. Приходите. Полтора года кто-то учится. Ну, это, конечно, не предел. Можно и дольше. Можно и дольше. Но это зависит от вас. Программу разрешить на то, чтобы быстрее освоить. Но вы же разные, по-разному все делаете. Все, ребят, спасибо. Увидимся завтра. Ссылку на группу в Facebook я тоже вам скинул. Там можете подписываться. Всем как родной стали сейчас. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Спасибо. Увидимся. Спокойной ночи. Пока. Родственники. Давайте пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok